Участников битвы под Москвой чествовали в Саратовском лицее. Фронтовики приняли участие в праздничной программе, приуроченной к 73-й годовщине контроперации под столицей страны. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. Минута молчания в память о погибших в боях под Москвой. Эти страшные месяцы в истории Великой Отечественной в своих воспоминаниях сохранили ветераны. Одна из них Нина Тарасова. Участник контрнаступления под Москвой в 1941-1942 годах. На фронт Нина Федоровна ушла со школьной скамьи и сразу же стала участницей одного из самых ожесточенных боев – сражения за Москву. По словам фронтовика, ее поколение спасло мир от фашизма. Молодежь должна сохранить этот подвиг памяти и сделать все, чтобы подобной войны больше не повторилось. Мы выполнили свой долг. Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы победить. Мы отстояли страну, мы победили. Я обращаюсь к вам, молодое поколение. Помните, пожалуйста, поймите, какой ценой завоевано счастье. Счастье жить, счастье любить, счастье учиться, любить Родину, беречь Родину, защищать Родину, если потребуется. Но мы вам желаем мирной жизни. В рамках празднования 73-й годовщины битвы за Москву в программе областных мероприятий это чествование ветеранов уже не первое. На протяжении 2014 года в учебных заведениях и вузах региона регулярно проводились встречи с фронтовиками, основной целью которых было развитие патриотизма у молодежи. В свою очередь, Саратовский совет ветеранов активно помогает участникам войны. По словам одного из представителей совета, подвиг фронтовиков, защищавших Москву, вдохновил всю советскую армию на дальнейшую борьбу с фашизмом. Весь мир вздохнул и понял, что только Советский Союз, только его хаос-таргия способны решить то, что не смогла цивилизованная Европа. Сегодня в Саратове живет 22 участника сражений под Москвой. В целом в регионе статус ветерана войны имеют более 2000 пенсионеров, а тружеников тыла более 7000. В рамках празднования 70-летия со дня победы в 2015 году планируется привлечь ветеранов войны для участия в торжественных мероприятиях. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.